невероятная история международной переписки в советском союзе украинская девочка и учитель русского языка из китая писали друг другу присылали фотографии и подарки но вскоре по политическим причинам им пришлось прервать переписку спустя 55 лет они пообщались по видеочату тему продолжит наталья белокудря вот первое письмо видите средняя школа номер два советским ученикам вот кто хотел тот и взял я взяла и начала переписку она советская школьница люда ученица общеобразовательной школы в харькове он учитель русского языка люч анчен первое письмо пришло из города юйминь в 1960 году вспоминает людмила ильинична и она единственная из класса начала переписку с далеким другом люч анчен описывая свою жизнь в китае прислал ей свою фотографию посылку где была шкатулка шелковыми нитками дорогая моя советская девочка людмила извините меня что я нет долго не отвечаю чтобы собрать деньги на марки конверты ответную посылку в китай куда вошли сухое молоко книги открытки люди пришлось экономить на школьных завтраках денег не было но желание узнать что-то новое про далекую страну ее обычаи переселила даже голод а еще люда хотела встретиться своим другом по переписке у меня была такая мечта я все хотела куда-то поехать но такие мысли всякие а тут китай еще и я мечтала как же я поеду туда шестьдесят втором году от люч анчена пришло тревожное письмо он писал что в китае началась так называемая культурная революция голод посылку людмилы он так и не получил ее украли учитель просил больше не писать ему в это же время людмилу вызвали в местное управление кгб и приказали прекратить переписку китайскую тему пришлось отложить на пол столетия два года назад внучка людмила лещенко дарья оказалась в китае решила найти бабушкиного друга к поискам подключилась очень много людей поднимали архивы размещали информацию в соцсетях в итоге удалось найти племянника люч анчена который рассказал что его дядя живет в пекине доме престарелых и вот спустя пол столетия учителя из китая харьковчанка люда снова оказались на связи в этот раз беседовали по видео чату получается люч анчен почти забыл русский пару фраз только на российском языке знал бабушка совсем не знает ни английского ни китайского вот поэтому мы старались переводить разговоры были очень милые из серии я тебя всегда помнил людмила я помнил маленькую девочку из украины люч анчен я тоже про тебя всегда помнила я сохраняю твои листы твои шкатулки то что ты мне прислал людмила и ленична называет эту встречу чудом и признается совсем не ждала вести из китая люч анчен рассказал что выучил японский и стал знаменитым каллиграфом его работы стали национальным достоянием муж людмилы анатолий лещенко тоже был очень рад что внучка нашла друга детства супруги но к переписке с китайцем у него своеобразное отношение анатолий борисович ну а расскажите как вы относитесь вообще к этой истории и я как никак мне она очень странная какая-то ну вспомнили черти что советское время какие мы люди были забытые затурканые свои давние подруги людмиле люч анчен прислал авторские работы по каллиграфии и письмо в виде свитка на шелке что кроется за этими иероглифами людмила пока не знает сейчас ищет переводчиков чтобы прочесть письмо и написать ответ возможно на китайском языке наталья белокудрия андрей домовой харьков юэй тиви